Здравствуйте, папочки и мамочки! Наступил момент, когда ваш кроха подрос, и вы ждете от него большей самостоятельности. И это касается в том числе такого дела, как самостоятельные походы в туалет. К 3-4 годам малыш уже обычно сам бегает в горшочку и унитазу с детской переходной накладкой. К этому времени ребенок уже в силах и может самостоятельно убрать за собой и смыть. Но что касается самостоятельного вытирания попы, этот навык может быть еще не выработан. Да и предложив ребенку самостоятельно вытереть попу, вы получите в ответ «нет, я боюсь». Так как некоторые дети этого еще не умеют, а тому, кому уже показывали, как это делается, боится испачкаться. Из этого видео вы узнаете, какие практические советы существуют, каким примером научить ребенка и как объяснить процесс вытирания попы. Показывать наглядным примером не культурно, а на самом ребенке со спины ему будет не видно. Поэтому предложу вам действенный способ, который помог и моему ребенку. Итак, давайте начнем обучение ребенка. Для начала и первых попыток нам потребуются мягкие влажные салфетки. Безусловно, влажные салфетки эффективнее вытирают попу ребенка, чем сухая туалетная бумага. Но нам потребуются именно влажные, так как с помощью их ребенок лучше почувствует эффект вытирания. Возьмем салфетку, расправим и свернем вдвое. Покажите ребенку, пусть попробует это сделать. Далее разделим салфетку пополам и кончиками пальцев возьмем за середину. Для понимания ребенком сути процесса покажем ему его на кукле. Так будет интереснее и для самого ребенка. Проведя один раз по копе, сверните салфетку и выкиньте. Возьмите свежую салфетку и еще раз повторите процедуру. Объясните, что вытираем попу до тех пор, пока салфетка не станет чистой. Изучите с ребенком последовательность действий. Пусть запомнит до автоматизма. Для наглядности испачкайте попу куклы либо фломастером или краской. Влажная салфетка вытрет все без следа. После того, как тренировка с куколой прошла успешно, повторите этот урок обучения вместе с ребенком в туалете. Как правило, процесс сворачивания салфетки дети запоминают быстро. Но вот операцию с попой ребенку надо будет еще показать. Тут как раз и нужна салфетка. Процесс вытирания салфеткой будет более гигиеничен, а также еще и лучше почувствуется самим ребенком. Помогите ребенку, направьте руку. Естественно, эти движения ему приходится делать впервые, и он не сумеет с первого раза. Повторяйте процесс с ребенком до того момента, когда ребенок уже самостоятельно научится вытирать, и пропадет чувство страха. Объясните ему, что если он запачкается в момент вытирания, он может оторвать еще кусок бумаги или взять свежую салфетку и вытереть руки, продолжив процедуру вытирания попы до полной чистоты салфетки. Далее подтягивает штаны, болит руки с мылом и идет играть дальше. От нас, родителей, потребуется правильно объяснить, как это делается. Не создавать панику у ребенка. Ни в коем случае не ругайте его, если не получается, с первого раза. Не ставьте акцент на этом. Объясните процесс вытирания попы в игровом процессе. Попробуйте заинтересовать ребенка. Например, вместе купите детскую туалетную бумагу. Почитайте и посмотрите книжки и мультики про горшок. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Надеюсь, видео было вам и вашему ребенку полезным и вам понравилось. Хочу лайков, жду подписку на канал. Всем удачи. Пока-пока. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok